Музыка Хирака, новый день, пацаны, всем привет Мы находимся на Киевском шоссе Продолжаем Кровлю Которая ранее показывала, где усиливались тропила И сейчас переходим К тому, чтобы окрывать фальцем Сейчас вот здесь, Саня, дострагивает То, что мы не доделали Эту плоскость накрываем Все под фальц уже готовим Ну, подкладочным ковром, вот как здесь Поставили силовую планку Из металла 0,7 Крашеным, как бы, вниз Не знаю, сфокусируется, нет 23-й цвет внизу здесь Так, прокрутили А теперь, вот так вот Стартовая планка Я не думаю, что кому-то будет это интересно Все уже знают, но тем не менее Вот так это выглядит И как бы ее В зацеп ставим Не попала, наверное Хоп, все Стоит Вот так вот это все Выглядит Вот она будет стоять Вот так вот Ну и снизу, собственно Вот, чтобы видно было Фокусируйся Капельник конденсата Где, чего и как Вот Здесь прокручивать саморезами Будем гораздо чаще, чем там Ну, и как бы уже Получается, один саморез будет сюда Подать силовую планку Другой между ними Вверх, но уже в дерево И вот так вот и накрутим Вот как здесь Вот, да, видите Сюда, 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 сюда То же самое будет и здесь Вот В общем, такие дела Как вы могли уже заметить У нас изрядно похолодало Как, наверное, и у вас, собственно Но лето подошло к концу Но ждем еще бабье лето А сейчас, собственно, осень Гениальное это само заключение Короче, пацаны Пока у нас не пришел металл 0,7 На силовую деталь Надстенного желоба На один На следующий наш объект На один из следующих наших объектов Надо сделать Такой импровизированный лоток Не лоток, воронка То есть там будет яндовая И в нее будет в нишу вставляться лоток Он не лоток, ни хрена Он Это воронка, можно сказать Да, приемная такая Ее надо завязать на двойной фаль Собственно, надо сделать образец Что у нас здесь? Размер имеет 250 на 250 По центру вклепку не буду делать Это можно объяснить на словах Ну, фотку приложить А нужно непосредственно сам узел Яндовый и воронки В общем, что нужно сделать? Хочу сделать цельного куска Складки сделать А потом еще вовнутрь заложить Чтобы было на углах радиусом Чтобы завязать на двойной фальц Так как здесь металла много Решил сложить через две бисектрисы Ну, чтобы не ушла одна складка в одну сторону А потом ее наклонять Вот, поэтому решил так заложить Попробовать в этом случае И, собственно, показать вам Вот она размечена Вот у нас размечена разуклонка То есть здесь будет яндовая Сюда вклепываться Ну, как бы подходить Да, нижняя точка Ну, как бы и все Тут что тут рассказывать? Тут 100 миллиметров Тут 130 миллиметров Ну, как бы на разуклон На угол яндовой Он, наверное, будет больше Но это так я на всякий случай Ну, как бы для образца, что называется Да, ни больше, ни меньше В общем, сейчас я это все сложу Все это пегами складываю Вот так вот-то получается Пока что Во всяком случае Получается-то вот так вот Сложил Ну, промял все линии Вот так вот-то выглядит Благодаря вот этим вот Пегам, которые я показывал С Ярославля Которые вот Нигде не царапают Весь металл Точнее краска Остается целым В общем, дальше складываем Сейчас я Это буду делать клещами Которые, кстати, тоже купил Вчера Ваньке Ну, я их купил трое Там ребятам своим В общем, таким вот макаром Сейчас будем Собирать это все Сейчас я соберу Все и Сделаю В общем, тут получается у нас Так называемая пизда Только она У нас На стену желоби Сюда загибается А в нашем случае Будет вовнутрь То есть будет Не совсем она Скажем так Так, ну, в общем Пока вот так вот Все промял Собрал Все поднял Стеночки Вот так это выглядит Если подрезать уголки Можно сделать Стульчик Вот Теперь, в общем Вот таким вот движением Заминая Как бы Вот здесь И здесь Я его буду Садить туда Чтобы Как бы Ну, собрался узел Вот, в общем Сейчас покажу вам Итак, сбил Вот такая вот штука Получилась Интересная Вот Красотень Табуретик Хера Как новый день Пацаны Продолжаем Несмотря на то Что у нас замечательная погода Так что я немного Привал Но это не значит Что мы Не будем работать Короче Что у нас здесь Стоит капельник И садится батарейка Но я думаю Что я успею А нет Ставлю другую батарейку Продолжу Так вот В общем Поставили Силовую планку Сейчас будет видно Да нет Ничего Не увидите А, ну вот Видно там Вот видите Вон она В цвет 23 Вот Собственно Капельник Как я показывал ранее Подкладочный ковер Проклеили Все Теперь следующий этап Я вот тут Разметил уже Вот Это у нас силовая часть воронки Она будет становиться Вот так вот По линиям Вот так поставим Центр воронки Здесь уже у нас На выходе На 200 миллиметров Вот так 200 миллиметров Здесь 500 Здесь по 100 миллиметров Соответственно Соответственно От центра Здесь у нас По 250 Вот так вот Короче Если ничего не напутал Если я сейчас буду Короче париться Каких-то высканиях Значит я просто Этот самый Заболевший Вот И это действительно так Короче Что нам еще важно У нас еще важно Расстояние Минимальное Надстенного желоба Возле воронки Оно составляет У нас То есть у нас воронка Имеет То есть воронка Вот выходит Да А надстенный желоб Он идет Силовая часть Надстенного желоба Вот так Тут 90 Тут угол 135 Вот здесь 45 И соответственно Вот эта вот часть Вот эта вот часть Передняя часть Прижелобник Так сказать Минимальное расстояние 150 миллиметров Еще одну Хвостик Вот Соответственно Вот эта часть Так как у нас Желоб Вот как вот силовую Эту часть Расчертить Да Как я говорил ранее Берем квадрат 100 на 100 Диагональ прочерчиваем И меряем И у нас все размеры Уже готовые Соответственно У нас Что я хотел сказать А Вот эта вот часть Вот эта вот У нас 100 миллиметров Ну вот как Как с кубика 100 на 100 Да С квадратика Вот Поэтому получается На 150 миллиметров Плюс еще 100 миллиметров Получается 250 миллиметров Это уже непосредственно Здесь будет Настоять желоб И вот сюда Вот Диагональкой Вот этой вот Идти Надеюсь Надеюсь Я достаточно Ну как бы Объяснил Достаточно Просто Насколько это возможно Да Вот Другими словами Все очень просто Пацаны Над стенник ставим Передняя часть Его вот эта Передняя 150 миллиметров Плюс толщина его А она составляет На 100 миллиметров Все очень просто Вот Это здесь Воронка у нас не здесь стоит У нас там вот воронки стоят Это я вам просто здесь объяснил Сейчас я пойду их проставлю И покажу вам Так пацаны Ну дует ветер Не знаю Что-то будет слышно Но я постараюсь Так Ади петличка Вот Так смотрите В общем здесь у нас По центру ската Воронка Так Там у нас Она переходит через яндовую Или яндовую Как тут Кому угодно То есть здесь верхняя точка будет Вот здесь на коньке Через яндовую Будет переходить Будет очень интересный Узел спинка к спинке Так И соответственно Сюда пойдет Влево И от конька Через яндовую Вправо Потом Это вот что касается Этой воронки Потом здесь у нас Вон там вон воронка Видите Вон Соответственно Здесь верхняя точка Влево Через конек Вправо Через конек И сюда придет На коньке Будет очень интересный узел Для меня Я буду делать его Первый раз Скажу для Людей верующих Которые Сильно Переживают По вопросу Авторских прав узла Скажу честно Я видел этот узел У Паши Степина У Лехи Прохора Мне очень понравилось Я приехал к Лехе Леха Давай по с ним По кумекам Ты мне расскажи Как делать Я в принципе Там понимаю Но там нюансы Мы с Лехой сели Отрезали Два куска гидроизоляции Сложили Он мне показал Все в принципе понятно Вот и будем пробовать Поэтому Это не я Автор Не я придумал Я просто повторюшка Довольный Еб твою мать Короче Так Здесь у нас верхняя точка Идет влево Через конек Вправо Через конек Так Здесь у нас Почта Вот там воронка И вот там воронка Они фактически В углах Ну не совсем Здесь 4 метра Там 2 Здесь у нас верхняя точка Пойдет влево Пойдет вправо Но самый конченый Как по мне Переход То есть нам обозначили На фасаде Где между окон Должны были пройти Это самый конченый переход Это вот этот То есть вот здесь Вот на коньке Если делать верхнюю точку А именно так и будет Получается сюда 8,5 метров Сюда 11 и плюс 2 13 метров Понимаете Если делать по центру То сюда получается У нас 8,5 Плюс 5,5 Это получается 9 Плюс 5 14 метров Да А сюда получается 5,5 Плюс 2 7,5 метров То есть вообще Почти в два раза Ну непропорционально А вот так вот У нас разница получается То есть Так у нас разница 7,5 И Сколько я сказал 7,5 И Так 8,5 Плюс 5,5 9 Так 14 Да А так 7,5 Разница в два раза почти А если мы сделаем На хребте То у нас Получается 8,5 И 13 Разница 1,5 3 4,5 Метра Вот В общем Здесь на хребте Будет у нас Верхняя точка Пойдет сюда Через угол И в эту воронку Здесь От хребта И пойдет В эту точку Уже капелька капнула Ну то есть Вот как-то так Вроде объяснил Сейчас будем Крутить Надстень Ну Силовую часть Вот они у нас тут Лежат нагнутые Я уже наверное Я не знаю В этом видео показывал Нет Ну я короче Уже знаете К ним подходил Вот они у нас лежат Уже насверленные Так давайте Я протру Объектив И дальше продолжу Продолжаем Человек-то не очень Вытерлась Вот И соответственно Здесь у нас Разуклонка 3 сантиметра На метр На метр Здесь собственно У нас верхняя точка Получается у нас Так как нижняя 150 Плюс Здесь у нас 370 У нас здесь 520 Да 520 Здесь у нас 520 От края И пошли сюда То есть Здесь меньшая сторона Там больше Разуклонку В пользу большей То есть Соответственно 3 сантиметра На метр Так как у нас здесь 11 И 2 Это 13 Метров Соответственно Здесь разуклонка 370 Ну вообще На самом деле Тут 390 Должна быть Но мы сделали 370 Ну потому что Там же не с края Там чуть Чуть из края Там чуть-чуть сократили Его чтобы Ну тоже не сильно Не сильно Его как бы Задирать Ну в общем В общем вот так Решил я Так и сделано Как он сказал Я автор Я так вижу Не неправильно Не я автор Я так вижу Я художник Я так вижу По-моему вот так Жутко Сука Замерз Вот И уже темнеет Я хочу вам показать Прежде чем пойти погреться Да продолжить Но уже потемнеет Что проставили Силовую часть Настенного жвоба Ну вот Вот здесь Перевалились Через Яндовую Вот видите Это у нас Верхняя точка На Яндовой Сюда Наклонились То есть тут Разуклонка Гораздо круче Потому что У нас здесь Ой Сколько уже забыл Блядь 130 Да 130 миллиметров У нас тут разуклонка Блядь Уже вообще Ну ладно Еще и замерз Вот А здесь нам всего Надо Нет Даже не 130 А 100 Вот Вспомнил У нас здесь 750 20 21 Мы здесь сделали Разуклонку А здесь Всего 9 надо Вот здесь сделали 13 Вот здесь сделали 8 И вот здесь На 8 сантиметров Наклонили На Яндовой Всего лишь На 80 Сантиметрах Вот Поэтому У нас может Достаточно Крутовато Ну и пусть Водичка Туда спокойно Как говорится Бежит Здесь бы меньше Здесь было бы круче Ну в общем Решили распределить Вот так вот На сегодня Для вас на этом все А мы будем продолжать Хераку Новый день На двухскатке Здесь Прострогали Все Пооткручивали Обрешетку Чтобы выдувать Опилки Погода конечно Херовая Чтобы выдувать Все липнет Ну просто Часто Часто приходится Откручивать Здесь вот Начали уже Застилать Подкладочный Ковер Вот Сейчас еще здесь Додуют Ребята И Будут застилать Подкладочным Ковром А я наверх Сейчас покажу Чем буду заниматься Взял Малку Кое-какой Шансовый инструмент Сейчас пойдем Наверх И я вам там Покажу Там угловую Возь Ендовой Между Ендовой И коньком То есть этот узел Буду делать Вот у нас Этот угол Собственно Все расчертил Уже Все измерил Что нам для этого нужно Здесь Вот так вот Я его положу Чтобы было понятно Вот так Нет Не так Вот так Вот То есть То что нарисовал Оно так находится Что нам нужно Длина По капельнику Полная 887 Есть Потом Вот здесь Вот надо По этой линии Я линейкой Проложил По капельнику По краю И угольником Вот Померил Здесь Размер Он у нас вышел 285 Потом То же самое Сделал Угольником По краю Там Надстенного Желоба 370 Вышло Так Теперь получается Что еще Что еще Мне нужны углы Вот Ендовой Угол Вот он Так вот Я его Ну Малкой Померил Выставил Вот этот угол И в ендовой Мне надо будет Еще вот этот Вот угол Вот Вот я их Собственно Померил На коньке У нас здесь Нужен Вот этот Вот угол И Соответственно Вот этот Вот угол Вот Я их Померил Малкой Приложил Пацаны Не спрашивайте Почему нет Клистов Это Сука Боль Ебаного Этого Объекта Вот просто Уже Зла Не хватает К сожалению Так Давайте Дальше Что А Вот что еще Нужен Один размер Который Я не померил Это сейчас Вот здесь От 90 Вот туда На всякий случай И длинный Я померил Диагональные Вот У меня здесь 515 По коньку По яндовой У меня 343 Ну тут же Разуклоночка Да Вот если посмотреть Она вот так Сюда наклонена Вот Идем Делать заготовку Итак В общем Разметил Да Приломил Вот эти Вот Линии Это то Что у нас будет Подниматься И вот здесь Вот Приломил Вот Сейчас Надо будет На станке Здесь Согнуть Ребята Занимаются Приехали Приехал Сашка В гости Другой С камерой Всем привет Здоровые С твоей подписчики Всем привет И увидите Такой же кадр Получается У тебя Да Можно я так Вот такой Профиль Ребята Огнуть Начинается Блин У нас со светом Тут просто беда С электричеством В общем Короче Сейчас я Вот эту заготовку Согну Формирую вам И покажу Уже готовую Вот Сейчас ребята Там согнут А потом Я вам покажу Так В общем Согнул ее А вот эти А вот эти места Оставляем бантиком Их по месту Сформируем Я вот так вот Положил здесь Над стеней Вот Силовую планку Вот она Вот так вот Примерно и выходит Но пойдем В любом случае По месту Все Доформируем Тут же видите Она еще приподнимается За счет этого пальчика В общем Идем наверх Ну придется Хули Саня меня заставляет Короче Делать и здесь Объемную Рейку В общем Короче Поставил Все подошло У нас тут сбил Вот тут вот Только Конвертик Надо было Чуть сюда Перетянуть Чтобы они Сошлись Ну как бы Ничего страшного Но Вот тут уже Вот И цверегут Вот Угловую Поставили Сейчас Буду размечать Здесь И сюда В эту сторону Пойду Размечу Количество Потому что У нас же Так как мы Через задницу Делаем Сначала Крышу А потом Лобовину Мне надо Распределить Так Чтобы Рейка Под ней Была Совпадала И равное Количество Собственно Лобовины И пошло Так Сейчас Пацанов Проведу И вылезу Буду Размечать И мерить Пацанов Провел В общем Они Приехали Что Тебя Здесь Отжать А Подарили Такую Малку Просто Кайф Я давно Хотел себе Такую Не знал Где ее Купить Но Володя Говорю Там Интернет Не Интернет Ну Все Как-то Не доходило А тут Он Мне подарил Электронная Малка Володя Вот так Володя Огромное Тебе Спасибо Прям Огромнейшее Спасибо Вот И короче В чем ее Фишка Не надо Теперь Кучу Шаблончиков Выставлять Хотя Шаблончики Они Более Наглядно Понятно Когда я Обещаю Объясняю Куда Какой Складывать А здесь Померил Шаблон То есть Выровнял ее Как ребята Мне сказали Выровнял Вровень Включаешь Она обновляет Включается Вот в этом Положении Крутишь И она Показывает Градусы Померил Там Циферки Записал Померил Там Циферки Записал Потом Эти циферки Переносишь На Непосредственно Собственно Деталь Огонь Для Ностенного Желоба То что надо Да и не только Вообще На любой Оклад Просто Пацаны Респект И уважуха Так В общем Разбил Здесь Эту часть На Сегменты Да На кассеты У меня Здесь 588 588 588 Метка То есть У нас Надстейник Идет Через Одну Рейку Вот А на Лобовине Будет Идти Ну как бы На каждую Соответственно У нас здесь Двигают Заготовки Вот Одна Заготовка И вторая Сразу же Будет идти В Воронку Здесь Немножко Другая История Здесь Будет Одна Заготовка Рейка Вот И здесь Маленькая Кладку Будет вязаться Почему Так Почему Воронка Стоит Здесь Потому что Архитектор Привязал К фасаду Воронки И двигать Их Некуда Единственное Что я мог Это Ширину Кассеты Двигать Так Более-менее Сошлось Но Одна У нас То есть Там Целая А тут С половинки Ну Как-то Вот Вот Так Получилось В общем Ваня Пока Продолжает Крепить Силовую Планку А я Иду Делать Вот Сюда Вот Эти Две Части Но Пока Мерил Старой Малкой Дальше Буду Уже Новой Лень Было Ити За Новой Потому Как Есть Наличие Старая Вот Так Дела В общем Записал Что Мне Надо Здесь Чтобы Померить Здесь У меня Угол Лотка Относительно Капельника Потом Вот Этот Угол Диагонали Вот Этот Вот И Собственно Угол Вот Этот Вот Чтобы Сложить Ковшов Конверт И Сюда Она Ушла Здесь У меня Плюс 70 Миллиметров Надо Добавить Чтобы Подвязаться На И Угол Вот Здесь Вот Который Преломлится Вот Такие Вот Дела Пацаны В общем Идем Мастерскую Заготавливать Итак Пацаны В общем Сделал Два Преджелобника Это У нас Получается Кьендовой Это У нас Подрейку Это У нас Подлаток Вот Так Он Выглядит Давайте Так Подольше Ситирую Внимание Здесь У нас Ковшовый Конверт Углы Для того Чтобы Его Сложить Нужен По Диагонали Относительно Угла И Вот Этот Угол Вот Этот Угол Вот Собственно Все Сложили Сейчас Идем Ставить Вот Тут То Что Я Говорил У У нас Здесь Было 60 Миллиметров Я Добавил Двадцатку Загнул А Здесь Под Радиус Чтобы Сформировать Кладку К силовой Планочки К этой В общем Вот Так Вот Сейчас Идем Наверх Ставить Штукатурка Уже Замахала Так В общем Поставил Первую часть Возле лотка Подробно Не останавливался Не снимал Пацаны Делаю Без лесов Крайне Неудобно Все Снимать Идет Дождь Заболевший Поймите Правильно Но В конце Этого Видео У вас Там Справа Слева Выскочит Вот Так Давайте Сейчас У вас С этой стороны Выскочит Подсказка Хер Она выскочит Я так Не научился Это делать Короче В конце Видео В любом Случе Будет Ставка Над Стенные Желоба Там Первая Часть Вторая Как я У него Там Делал Вот Подробно Останавливаться Не буду Но В общем Все точно Так же На радиус Подшили Здесь Лоточек Простучали Струбцинкой Поджали Вот Сюда Клепку Поставил Потому Что Неудобно Вот Сюда Клямер Поставил На клепку Чтобы Держал Чтобы Не съехал Одно Дело Стоит На лесах Работать Другое Дело Сука Вот Так По Конченому Подругому Не назовешь Сейчас Вставляю Заготовку Вторую Смонтирую Все Клямера Вот Так Уголочки Зарезаю Загибаю Чтобы Заготовка Держала Не уехала С той стороны Клямера Нет Не загнешь Поэтому Там Клепка Стоит Вот Сейчас Ставлю Заготовка Мы Сейчас Перемещаемся В цех Снова С вами Я Сделал Немного Относительно Заготовок Только И тут У меня Есть Такая Заготовка Вот Там Капельник Вот Здесь Стенный Желоб И Линия Это Центральная Часть У меня Девять Нечетное Количество Заготовок То Это Центр Разоклонки Вот Видите Вот Так Преломляется И Очистить Как бы К центру Хочу Попробовать Из цельного Куска Я Померял Малкой У меня Там 91 градус А Если Было 90 Все Идеально Сошлось За счет Того Что Не Под 45 Ну Точнее Не Под 90 Развалка Но У меня 91 Есть Вероятность Что Не Получится Сейчас Буду Потихонечку Собирать 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 И Очень Надеюсь Что У меня С цельного Куска Даже Без Кладки Выйдет Этот Элемент Заготовку Сделал На первый Взгляд Она Получилась Но Рано Пока Об этом Говорить Проверяем Здесь Так Вот У нас Угол Шаблончика Все Сошлось Так А здесь Видите Вот Она Поворачивает Теперь Проверяем Вот Здесь Все Сошлось Вот Здесь Просечка Я ее сделал Конвертами Обычными Димона С Ярославля Отличная Штука Молодец Продолжай В том же Духе Вот В общем В любом Случае Все Надо будет Мерить По месту И Будет Понятно Там же На месте Получилось Или нет Пока Мы Заготовку Откладываем И Продолжаем Делать Остальную Что Мне теперь Осталось Грызущая Мозг Усталость И Монотонность Круга До боли Знакомых Лиц И Вечный Груз Конфликтов В душной Кабине Лифта Что Нас Везет Сноту Горевками То Вверх То Вниз Как Ж Меня Достало Тянуть К себе Одеяло Что Разойдет За Швами Но Снова Не Хватит Всем Места Для Наших Эго Хватит Лишь Для Побега Бросятся Ноги Сами Наружу Из Этих Степ Где Мы Себе Ковали Готами Сердца И Стали Думая Будет Легче В атаках Сидеть Вседле Где Поднимая Знамя Мы Лишь Теряли Пламя Зря Раздувая Свечи Беспечных Безумных Лет Где Свою Юноч Гриф Сум И Полной Счастливой Жизнью Падали И Вставали В боях Постигая Дзен Где Мы Потом Забыли Юность Под слоем Пыли Что Пробивает Сва И Все Рьется Из Этих стен Брось Брось Бежать Из Этих стен Брось Бежать Из Этих стен В тот чудесный летний день Волны красав Я смогу вернуть назад Жизни полные гроза. Прочь бежать из-за этих стен В тот чудесный летний день Полный красок и огня Где, как прежде, ждут меня К черту тоску, усталость, депрессию, бордость, жалость Прочь только сил осталось наружу Из-за этих стен Прочь Из-за этих стен Прочь бежать из-за этих стен Прочь бежать из-за этих стен В тот чудесный летний день Полный красок и огня Где, как прежде, ждут меня Почт's Кроч бежать из-за этих стен Что больше бежать из-за этих стен Я смогу вернуть назад Жизни полные глаза Свои юные глаза Вся заготовка лежит уже на скате Сейчас начинаю с воронки ставить Поставил примерно за час, наверное Поставил возле лотка Сегмент, ну часть преджелобника На угол поставил и раскидал все вот здесь Что хочется отметить Если обратить внимание, вот здесь я ставлю клепочку Клепочка, это бы, наверное, не нужна бы была Если бы были бы леса, и я ставил бы с лесов Так как это неудобно, ногой прижал Струбцинку там поставил Вот, клеймера прокрутил Вот так вот их позарезал, позагибал усики Вот, так, загнул их, зафиксировал Потом здесь поджал и проставил клепку Как бы зафиксировал, струбцинку снял И так вот каждую Вот здесь вот получается на сколько Семь сегментов, да, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Вот, вот, собственно, вот эта вот часть Вот, если видите, здесь сюда идет Ну, как бы, слева направо Точнее, справа, слева направо, да На увеличение, потом справа налево На уменьшение Вот здесь вот центральная эта часть Видите, вот так вот Видно, да, что вот так вот идет Оп, изгиб и туда пошел Вот, это с цельного куска Следующая часть данной, данной эпопеи Так это то, что нужно будет обжать через линеечку край И рейку поставить, псу проклеить, рейку проставить И, собственно, вот эти все части То есть, вот так вот одели рейку Приломили и все отогнули Но я вам в дальнейшем покажу Вот здесь вот псу уклеится Вот, Ваня сейчас сделает Вот туда, с заготовки Вот, я сейчас поеду домой Вот, останется здесь угловые И, в принципе, мне еще один день И я за день сделаю Вот сюда вот Заготовки Здесь у нас 20 метров Над стенного желоба Вот, в принципе, за день можно Преджелобовую часть Сюда, всю сюда запиперить Вот, потом, когда Ванька будет заниматься Торцом Вот здесь Вас будет ждать Но, скорее всего, в следующей серии Интересный узел Я его показывал Там, где у нас была красная крыша Я показывал уже готовый Но то, как его делать Я не показывал Потому что делал его Серега Вот Вот здесь я вам покажу Как будет над стены желоба Переходить Яндовую, да Как должен фальчик Уложиться Чтобы не было порожика Такого вот Складочка Вот многие делают Чтобы там вот не было Кармашка Такого застоя Будет все Собрано По технологии Спинка к спинке Я не знаю Она прижилась Ну, название это Прижилось Не знаю, как она называется Ну, не знаю В общем, ладно Спинка к спинке Назвали И будет, значит, так Что показать-то тут Ну, собственно Вот оно Все стоит Повторюсь Осталось только поставить Уголки Вот здесь проклеено Вот этот квадратик И лежит кусочек Надстенного желоба Это что-то там труба И чтобы туда не мелькнуть Потому что можно Туда вот так вот Зашуршать Вот В общем Для вас будет дальше Херака Новый день И я буду ставить угловые Херак И Новый день Поставил уголочки уже Вот торец Смонтирован Сейчас вот сюда вот Буду размещать Ваня на тот торец уже пошел Тоже Уже разметил И делает заготовку Вот Здесь мы уже сделали Решили Ну, уголки он здесь ставил Решили Не помню Говорил об этом Или нет Чтобы не делать уголки То есть сразу ровные Сначала себе наделать А потом сделать уголки И лотки Ну, в общем, Ваня уголки сделал А лотки еще нет Вот Ну, сразу, чтобы Встать на лотки И делать, собственно, лотки А так вот Эта сторона уже тоже Готова Угол тот Ну, сейчас покажу Он уже лежит Уже готовый Вот И вот, собственно, этот угол Лежит И все уже размечено Непосредственно вот сюда Сейчас я пойду тоже туда размечу Будем делать И, собственно, ставить Сейчас делается рейка Тоже Саня там делает заготовку на рейку Чтобы одеть Я сегодня еще Сейчас до вечера Заготовку Ну, погну Не знаю Всю ли ее буду делать Или не всю Но планирую уже Переходить на надстенники Ну, точнее Это все на надстенники Непосредственно на желоба И буду начинать Вот с вот этой части Где у нас тут Интереснейший угол Вот Вот такие вот дела Пока занимаемся Преджелобниками Итак, пацаны Короче Практически закончили Преджелобовую часть Вот Саня там рейки Доставляет А Ванька Лотки уже нагнули все Там развожили Тут нет Будет заканчивать Здесь Такие вот Ставочки делать Вот Следующее видео Будет у нас Про вот этот Тут узел И не только Вот Здесь у нас Сделано все Здесь у нас На конечек На рейку поставить Здесь рейка Здесь рейка стоит Так И вот тут Тоже уже Лотки Все это Разнесено Уже почти готово Итак Итак, пацаны На этом Это видео Будет заканчиваться Но Еще один момент Когда это видео Выйдет Скорее всего Будет день рождения Ютуб канала Нам годик От всей души Нас поздравляем 28 сентября Юбилей Поэтому Как-то так Увидимся Услышимся Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok